Топят также, платим меньше. На новый тариф жители Южного и части Центрального района этой зимой перевели в связи с переходом к новому ресурсовику – барнаульской генерации, которая входит в сибирскую генерирующую компанию. Фирма была идеей на теплоснабжающие организации в большей части Барнаула, а с этого года по закону распространила свой статус на весь краевой центр. Даже с учетом долга предыдущему поставщику тепла, Надежда Петрова уже посчитала разницу в суммах. За нее еще боролись, чтобы так перевели нас к городу, потому что в городе почему-то почти наполовину дешевле отопления. А у нас очень дорогое, нам какой-то возврат шел. Этим возвратом многим жителям Южного компенсировали разницу в тарифах. Прежний ресурсовик, МУП-энергетик, работал на котельных, где себестоимость тепла дороже. Нынешняя барнаульская генерация поставляет потребителям тепло, произведенное на ТЭЦ, поэтому жители других районов краевой столицы всегда платили меньше. Теперь всех горожан привели на средний тариф. 35 тысяч барнаульцев сегодня, у них произошло снижение тарифа. У другой части населения произошел небольшой рост. То есть у одних снижение произошло на 40%, и у других рост на 2,7%. Единая теплоснабжающая организация несет ответственность за теплоснабжение своих потребителей. И поэтому обязана в частности регулярно проводить ремонт, модернизацию и строительство тепловых сетей. В этом году на эти цели было выделено 815 миллионов рублей, а в следующем сумма превысит миллиард. Анастасия Драган, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. Наши новости.